Я начала рассказывать немного тему, в принципе она вот видно, да, git workflow for enterprise team, будет github, будет git, будет git flow, но если честно презентация родилась из-за того, что, скажем так, я начал ощущать боль и смотреть как больно другим людям, то есть это основная идея, потому что мы как разработчики работаем, вроде бы все классно, все хорошо, но иногда мы испытываем боль, вот, и о этой боли я бы, наверное, хотел поговорить, то есть как бы ее избежать. Ну, думаю, тогда поехали начинать, кто будет подключаться, я думаю, что успеет на самое вкусное и интересное. Вот в докладе будет, скажем так, немного слайдов и, скажем так, презентационный материал в виде того, как это делать, как это работать и пару таких вещей, скажем так, почему git можно брать, использовать и есть, скажем так, дополнительные фичи, которые чаще всего мы не используем, но они есть из коробки. Хорошо, поехали. Первый вообще вопрос всегда, почему git? Знаете, на собеседованиях или так с людьми разговариваешь, когда нужно выбрать систему контроля версии, чаще всего все выбирают git, но почему? Говорят, ну git это же классно, git это же хорошо, это прикольно, это круто. Ну, как-то раз меня учительница спрашивала, говорит, опиши мне этот цветочек, я тоже сказал, о, он классный, красивый, клевый, крутой. Но я считаю, что это не совсем то описание, просто возможно мы забываем слова. Вообще, правда, да, git он классный, он по некоторым подсчетам 10 раз быстрее, например, того же SVN. Да, мы когда говорим крутой, да, у него есть бранчи, и легковесные бранчи за счет его реализации, имплементации, то есть мы можем файл хранить в разных ветках, и от этого наш репозиторий не будет разрастаться, как снежный ком. Да, кто-то говорит иногда, что у него full local history, что это значит? Люди говорят в контексте, что у нас есть ветки, их можно вержать, их можно удалять. История сохраняется. Да, их можно и нужно удалять. Не надо засорять, всегда у вас есть эта история. Говорят, что он open source. Ну, если честно, open source это хорошо, но я никогда не лазил, даже не смотрел, что внутри в его исходниках. Я считаю, что там уровень людей, которые его поддерживают, очень велик, и вряд ли что-то я смогу там дофиксить, им добавить. Для этого для меня не очень показатель. Говорят, что это распределенная система версии. Как бы да, это распределенная система версии, но в enterprise мы ощущаем боль того, что нам нужно централизованно. Нам нужен сервер, и это немножко нас сковывает. Но, в принципе, одни плюсы. То есть сказать, что какие-то есть явные минусы, вроде бы такого нет. Все мы говорим, гид классный, гид крутой. Мы можем убедить всех, клиента, продакт-менеджера, продакт-менеджера, кого угодно. И как результат, да, мы это сделали. Успех. У нас есть гид. Мы довольны, встаем пораньше, бежим на работу, берем тасков побольше, кидаем подальше. Но здесь, в принципе, начинаются уже такие болевые ощущения. Та вот боль, о которой я говорил. Как мы обычно используем гид, да. У нас есть бранч на проект, который одна единственная открывающая репозитория. Там одна всего лишь бранча, так называемая, long-running. Это мастер, да. Ну, я думаю, что и другим это относится. Например, дом же Mercury, это default и тому подобное. Где начинается боль? Боль начинается, например, когда вы домой собираетесь сети, а тот человек пишет, я там все свои результаты смержил, я был первый. Вот. И он довольно идет домой, хорошая погода, гуляет, а вы фиксаете эти все конфликты в вашей мастер-бранче, вот, и вы не идете гулять. Как бы, да, то есть, когда вы слышите, ой, мне главное бы первым замержить, а пусть конфликты решает он сам. То есть, кто первый смержился, тот и молодец, а все остальные решают конфликты. Вот тут наступает боль, немного больно, да, то есть, как бы от этого не убежать. Но тут есть вариант, да, смержится раньше, чаще, на 5 минут, чем он, но это тоже не очень хорошо. Вот. Ну, в принципе, это не такая уже страшная проблема, да. Например, еще одна проблема. Нам основная задача, наш продукт как-то релизить, как-то деплоить. Хорошо, что мы деплоим в Source Control, да, то есть, это наша история. Вот. Но тут тоже такая вот неловкая ситуация получается. Когда деплоит, это тоже больно. Потому что, чаще всего, наши project-менеджеры очень любят роллы. Но, как минимум, скручивать нас в роллы, когда мы не можем, например, сегодня неожиданно задеплоить клиенту стабильный билд. У нас с этим беда очень большая. То есть, потому что там нестабильный код, что-то мы не замеджили, а что-то еще нужно решать. У нас очень сильно все поменялось. Давайте через две недели, тогда уж точно мы все успеем. Но через две недели, скорее всего, будет то же самое. Вот. Пару причин, их можно назвать больше еще. И как вы считаете, успех это или нет? Мне кажется, что у нас есть такой гибкий инструмент, вот как девушка на слайде. Но мы как-то им пользуемся, но чуть-чуть не по назначению. Вот. Если у кого-то будут вопросы, как правильно пользоваться гибкой девушкой, то это уже не ко мне. Это вы уже сами ищите в интернете. Хорошо. Как решение? Мы разработчики, программисты. Мы считаемся вольными птицами, смотрим в окно, думаем, надо как-то себе облегчить летать. Гуглим, ищем, если интересуемся, или берем, скажем так, наработки наши, чтобы хорошую сделать программу, хорошую архитектуру, можно взять какой-нибудь фреймворк, который даст нам каркас, скажет, как писать, как что, ни шагу влево, ни шагу вправо. Хорошо. То есть для этого нам нужен какой-нибудь workflow, который нам подходит. В принципе, вот вы если видите, workflow это чаще всего что-то такое. Это вот сложные, да, но они есть разные. Например, сейчас это у нас есть подозрение, что это французский. Да, это французский workflow, это как французу купить хлеб. Вот. Ну, то есть он сложный, но он есть. Есть. Вот. Но, в принципе, это не так страшно, как кажется. Начнем постепенно, пошагово эволюционировать. Когда мы берем гид, ну или вообще систему контроля версии, у нас как минимум уже есть один flow. Это main only branch, да, так называемый. Это master, default или trunk. Все что угодно. То есть это наша стартовая точка. Все отлично, все классно. И многим на этом достаточно остановиться. Например, если мы делаем какой-то небольшой там research, да, или это наш персональный проект, какой-нибудь сайт, то в принципе достаточно. То есть если мы один разработчик, скорее всего, потом репозиторию мы забросим, унесем или еще, или это прототип, все что угодно. Да, тут одно но. Можно идти дальше. Например, у меня сайт есть, ну, моя визитка, как узнать новые технологии. Он на самом деле небольшой, но начиналось все с просто одной брончи, но потом я все равно перешел на более сложный flow. Я вам покажу по одной простой причине, что это все равно удобнее. То есть как ни крути, казалось, усложняешь, но на самом деле это дает свои бенефиты. Хорошо. Кто-то из разработчиков может прийти и сказать, я хочу делать эту новую фичу или еще что-то в отдельной ветке. Вы же все знаете, что Geek имеет легковесные ветки и тому подобное. Отлично. Все классно. Мы эволюционируем на следующий этап. Так называемые тематические брончи. Почему тематические? Потому что, например, вы сейчас подумали, ага, пусть у нас будет, например, mainline и какой-нибудь devline. Кто-то подумал, mainline, здесь вы может сойдетесь, а например, назвать не devline, а develop. Например, добавить релизы на фичи. То есть здесь есть свобода, здесь появляются плюсы, то что независимая разработка, изоляция. Все классно, но здесь каждый новый разработчик будет вам создавать новую ветку, называть ее, например, со своим именем. Вот на прошлом проекте он привык, что создал ветку со своим именем, там работай и заливай изменения. Вроде бы все хорошо, но это как-то не дает нам каркас, это не дает возможности какого-то управления, смотреть, в каком мы состоянии находимся. Соответственно, тоже тут очень много минусов с релизами, непонятно, то есть стабильная ты ветка или нет, какая из них стабильная. У нас нет четкого definition. Также потом появляется какой-нибудь такой старший человек в команде, который говорит, хорошо, давайте я буду тратить много своего времени и пусть проходят изменения все через меня. Хорошо. Класс. Это эволюция. Мы приходим к такой вещи, как forking flow. Смотрите, в принципе, в двух словах, чтобы все понимали, что такое fork и как это работает. Но вот есть картинка, golden repository, это тот репозиторий, который, скажем так, основной, централизованный. Так как git децентрализованная система, вы можете создать клон, так называемый, не в абстракциях команды git, а клон, а просто склонировать себе этот репозиторий, так называемый fork, но fork это не возможность git, это, скажем так, инструмент, который дают сервисам, такие как github, bitbucket, например, у Atlassian это stash. Это, скажем так, уже чуть выше, чем git как source control. И, соответственно, вы работаете в своем репозитории полноценном. И когда вы сделали какое-то изменение, вы просто создаете pull request. Все pull request идут в golden репозиторий и висят как pull request. Это же опять, это фича сервисов, которые вам дают, скажем так, git, based какой-то хостинг. Соответственно, что здесь плохо? Здесь то, что нужен этот мейнтейнер. Очень много времени уходить, потому что человек один решает конфликты, мержит, смотрит все, управляет. Девелоперов может быть очень много. Как я и говорю, мы работаем в enterprise командах. То есть мы, к сожалению, можем испытывать боль, потому что enterprise это такой кровавый вид разработки. И, соответственно, это, как, на мой взгляд, и как показывает практика, не очень хороший подход именно для enterprise. Я вам покажу пример. Этот подход работает, вот, гитхаб, любой какой-нибудь open source проект, куда вы contribute, он именно базируется на этом. То есть это не значит, что вот этот workflow плохой. Это хороший workflow, но для своих задач. И вот, в принципе, эволюционно мы подходим к такому git workflow, то есть хорошее название. То есть, в принципе, возможно, он стал популярен. Вот команда, где очень много человек разрабатывает и, скажем так, очень важно качество, скорость, билды, стабильность. То есть, в принципе, выбирают вот этот подход. Этот подход, ну, тоже появился эволюционно. Автор его описал, ну, довольно давно говорит. Вот я вот применил там на проектах у себя, там и еще других, и персональных, и enterprise, и он себя очень хорошо показал. То есть, в принципе, мы все доходим до него сами. Да, но хорошо, когда его не нужно описывать. Он, скажем так, какой-то может быть де-факто стандарт, его легко найти, и самое главное, что основные вендоры его поддерживают. То есть, я говорю сейчас про тот же GitHub, тот же BitPacket. Ну, они, скажем так, немного диктуют моду, и в своих клиентах они по дефолту это поддерживают. Это основной из плюсов. Линия, кривая обучения, ну, здесь очень хорошее для людей. В принципе, я то, что предлагал людям, ну, довольно быстро схватывают в плане кнопок, как, может быть, не до конца понимая, как это, даже, наверное, не понимая, как это сделать с командной строки. Я сам это не делаю с командной строки, скажу честно. Но, приходим мы к такому флоу и используем. То есть, что здесь есть? У нас development branch, стабильный mainline, то есть всегда с mainline можем собрать, скажем так, альфа или бету. То есть, ну, какой-то релиз кандидата. Это хорошо. То есть, branchi на фиче. Это очень классно, что пока фича не закончена, она ничего нам не поломает. Также есть hotfix, потому что поддержка, это очень важно. И иногда, когда у нас жесткий флоу, или, например, нам нужно пофиксить клиенту какой-то релиз, выпустить очень срочно, у нас начинаются здесь проблемы, когда мы забываем сначала это учесть. Хорошо, что если у вас нету hotfix, я очень рад. Если нужно делать hotfix, и вы можете посмотреть на свой workflow и понять, что это сейчас будет немножко больно. И, соответственно, релиз branchi. Да, это изоляция на уровне релизов, чтобы всегда знать, когда был релиз, какой он релиз, что в нем было, что ушло. И если что, быстро откатиться к этому релизу, сделать hotfix и продолжить работу. На самом деле это кажется сложно. И я считаю, что это правда сложно. Но вот такой вот flow приводит, когда говорят о git flow. Я немножко его приближу. Что-то оно перескочило. То есть, правда, здесь очень много связей, как, что, куда переходит. И реально сложно. Я стараюсь это забыть и начать рассуждать, как рассуждал автор и как рассуждают люди. Что нам нужно? Нам нужны исторические branchi. Мастер. Мастер это наша история, скажем так, обратный бэклог наших релизов. Ну, если так можно назвать, скажем так, история именно релизов. Лучше назвать develop это обратный бэклог. В develop мы храним историю всю разработки. То есть, это две ветки показывают историю нашего проекта. Как двигалась разработка и как шли релизы. Тут вроде бы все понятно, все классно. А что дальше добавляется? Добавляются branchi для фич. Фичи могут быть сложные, могут затрагивать очень много и, соответственно, и ломать очень много. Хорошо было бы их изолировать. Возможно, эту фичу нужно будет остановить, заморозить, поставить на холл и продолжить через две недели, например. Ну, чтобы не выпиливать с develop все, или комментировать код и оставлять его в source control, что ужасно. Когда открываешь файл, листаешь, а там закомментированный код. Зачем? Если у вас есть уже система контроля версии, это ваша машина времени, вы можете делать что угодно. Хорошо. Изоляция на фич. Важная особенность, смотрите, это то, что фичи, вот эти, они никогда прямо не попадают в мастер. Это запрещено этим флоу. Все фичи рождаются с develop, выходят, живут своей жизнью разработки и потом или остаются, закрываются, или эта фича начинается и потом делается мерч. Вот, тогда фича закрыта, детка удаляется и в develop появляется новая фича. Соответственно, со всей историей. Это очень важно. Никогда не делайте в мастер, никогда не разрабатывайте ничего в мастере. В мастер только сливается изменения. Вот. В develop тоже не разрабатывайте фичи. Незачем. Поехали дальше. Тут, в принципе, более-менее понятно. Нам нужно еще изоляция на уровне релизов. Как ни крути, это важно для нашего клиента, потому что, скорее всего, наш клиент еще кому-то будет давать эти релизы. Иногда очень сложно сделать какой-то hotfix или пофиксить багу, если, скажем так, функциональность размазана у нас просто по всему, скажем так, истории нашего развития, нашей разработки. Что нам нужно здесь? Нам нужно изолироваться на уровне релиза. Для этого мы создаем, скажем так, новую ветку. В ней делаем подготовки всех наших релизов. Например, у нас там спринт две недели прошло. Вот мы сегодня релизимся. Хорошо. Это наша дата. Отсюда мы останавливаем разработку. То есть мы не то, что, скажем так, останавливаем ее. Мы можем продолжать, потому что мы все изолированы друг от друга. Develop может жить своей жизнью в фиче. Но чаще всего все кидаются на релиз, потому что это немножко enterprise. У нас будет много багов, будет много крови, много боли. Вот мы начинаем двигаться. Релиз. А здесь мы фиксим баги. Если нет, скажем так, возможности пофиксить баги, да, вы так классно работали в Develop, с фичами, все классно, просто здесь можете проадейтить версию, там инкрементировать, сделать релиз 5.0, написать релиз, но подготовить. И после этого вы заканчиваете релиз, и, соответственно, ваши изменения должны уйти в ветку мастер. Они сюда уходят. Очень удобно сразу сделать лейблочку, да, такой тег есть где-то. И, соответственно, ваши изменения, так как вы работали, фиксали баги или просто версию, надо слить в Develop. Кажется, это все сложно. Я вам покажу, как это легко начать, потому что для GitFlow, так как он имеет хорошие фидбэки и хорошие continuity, для него это все автоматизировали. То есть для нас это будет старт релиз и финиш релиз. Вот. Все остальное, скажем так, наши хелперы сделают сами. Вам даже не нужно задумываться. Я считаю, это огромный плюс для начинающих, да, и даже для тех, кто работал. Иногда лучше такие вещи автоматизировать. Идем дальше. То, что я говорил. Об этом чаще всего мы забываем, а вспоминаем только один день спринт. Это, например, или когда мы отдали релиз клиенту, или когда, скажем так, нам написали в середине недели, что такая вот есть бага. Для этого нужен hotfix. Просто знайте, что у нас есть возможность ветки создавать. И просто уже есть установленный порядок, что ветки hotfix всегда создаются из мастера. не с девелопа, а именно с мастера. И потом изменение, результат заливается и в мастер, и в девелоп. Вот. На самом деле, вот то, что я рассказал, до этого мы все доходим. Просто нам нужно это как бы документировать. Если вы себя на проекте это задокументировали, нам это классно. Но у вас есть свой flow. Вот. Также вы можете взять за основу этот и менять как нужно. То есть, это разрешается, позволяется и приветствуется. Это очень классно. Сейчас дальше у нас будут такие вещи, как дополнительные возможности кита. Но я хотел бы пока по свежим следам показать вам небольшую демку, как с этим всем работать. Я использую Source 3 клиент. Почему Source 3? На самом деле, я использую тоже Command Line. Но я привык, в принципе, в пару кликов мышка это делает. Для меня это более привычно. Вы можете использовать Command Line. Там в конце презентации будут ссылки, как, например, подключить GitFlow помощники для Command Line. Ну, то есть, вариации разных. Почему не клиент от GitHub? Потому что он именно заточен на GitHub. У Atlassian на Source 3 удобен тем, что тут сразу и Mercurial, и Git. Можно быстро переключаться между проектами, вкладками. Мне кажется, это очень круто для project менеджеров, которые смотрят в код или еще что-то, но переключаться между многими проектами. Но есть свои нюансы, когда нужна командная строка. Например, недавно мне попался файл, у которого был символ slash 327. Я не знаю, что он значит, но у меня клиенты все падали. Гуишни, и только я смог через Command Line за-чекинить. За-коммитить. Так, еще вот тут у нас есть один файл. Я вам покажу. Что у нас есть? Я создал... Просто репозиторий на GitHub. Вот, и я там какую-то поделал активностью, чтобы показать. То есть, это уже, скажем так, как здесь у меня был GitFlow. Потом я просто этот репозиторий удалил и скачал, склонировал заново, чтобы показать вам, как настроить легко GitFlow уже на существующем. Какая основная идея? То есть, это ветки и вот эта волшебная кнопка. Сейчас я вам ее покажу. Вот, GitFlow. Она и делает всю магию. Нажимаем. И тут предлагается указать, что production, development, название. Я рекомендую использовать дефолтные. Они вот так вот как-то где-то везде приняты, везде сложились, и что и всем удобно, и всем хватает. Вы, если хотите, можете у себя настроить свои. Единственное, что для версий я всегда рекомендую использовать семантические версии. Такой есть сайт популярный, 7ver.org. Это, скажем так, тоже хороший документ. Когда вы не знаете, как правильно писать версии, как что именовать, пожалуйста, заходите и все. То есть, все описано, все очень классно, как на мой взгляд. Поэтому я просто здесь добавляю V, и дальше нажимаю ОК, и все. Source 3 мне сделает все, что нужно. Он посмотрит. Как я сказал, раньше уже был применен, то есть по истории. Там вот есть у нас develop, вот фиксы, фиксы. Но, скорее всего, если вы не использовали GitFlow, вы можете испугаться и сказать, ой, у меня уже все, у меня идет история. Наверное, не применить, что-то затрется, перетрется. Нет, на самом деле, вот он вам создаст develop, мастер инициализирует, и все. Пожалуйста, поехали. Сейчас мы в develop, и у нас как раз есть там файл. Это такой вот плюс, его не будет в презентации. Я решил не включать, но я думаю, что кому-то пригодится. Знаете, когда нужно вам быстро выбрать, а какой же вам подойдет подход, какой флоу, потому что вы должны и можете и должны подстраивать флоу под себя, чтобы не чувствовали боль члена команды, потому что, ну, на самом деле, когда больно, не всегда потом хочется заново приступать работать. Здесь вы можете выбирать, скажем так, очень быстро. Как по мне, так очень удобный такой подход, иногда клиенту показать. Смотри, там клиент, мы можем, например, взять, ой, это без квадратика, вот взять вот этот кусочек. Давай выберем development and release isolation. Что нам это даст? Ну, и посмотрите. Ну, а если у вас специфические есть вопросы, то смотрите на такую матрицу. Хорошо, то есть, ну, я не буду рассказывать, как гитом пользоваться, я думаю, что все это знают. Напишем сообщение, все, что угодно. Это не основная тема этого реклана. Я только что сделал commit develop. Соответственно, давайте создадим теперь какую-нибудь фичу. Помните, как вам рассказывал, сложно, нужно создать фичу, нужно отмеживаться с девелопа, вот. Это все, правда, сложно, но фитфлоу это позволяет делать проще. Есть экшены, фича, релиз, хотфикс и еще другие действия. Я другими действиями особо не пользуюсь. В принципе, в разработке всегда все окей. Начинаем новую фичу. Пишем, что мы будем добавлять. Например, это наша какая-то таска, там, 1012. Вы можете добавлять description, как вам угодно. Соответственно, вот, в принципе, мы уже создали себе все условия для того, чтобы работать в ветке. Посмотрим, правда ли у нас такая ветка. Консоль, может, это больше консоль. Да, мы сейчас находимся в хитче. Такой там. Хорошо, давайте эту фичу заимплементим. А у нас 15. Я не знаю, как вы, а я очень жду, когда можно будет создать такой файл и внутри него написать implementation. Он полезет в Jira, вытащит оттуда все requirements и сюда запишет то, что мне нужно. А мне останется только закоммитать. И все. Я очень этого жду. Раз, у нас есть change. Вот, в принципе, для разнообразия давайте попробуем это сделать через command line. То есть у нас гид, покажем, как удобно. То, что видите, у меня два разных клиента по сути. Но видите, как они синхронизируются. Например, если я тут сейчас напишу, он мне покажет, что вот файл не закоммичен. Это, кстати, command line Windows. Немного модифицировано. Запущен вообще PowerShell с таким плагином BoschGid. Но я на этом тоже не акцентирую внимание. Если вы захотите, то всегда, пожалуйста, это быстро очень находится. Но я думаю, что тут люди сидят на разных платформах. И поэтому на этом не хотелось акцентировать внимание. Что там для Windows есть только классного. Вы посмотрите, сколько есть классного под Mac. Хорошо. Давайте тогда добавим, наверное, этот файл. Вот мы его добавили. И давайте мы его, наверное, и закоммитим. Что-то нам нужно написать message и сказать, что мы очень классно там делали такую-то вот. Все, у нас все готово. Смотрим, что у нас здесь. У нас фича наша готова. Все, когда фича наша закончена, ну, понятно, вы, например, еще можете там потом... Ну, не все так просто разрабатывается. Сюда еще добавить потом. Напишите. Ну, надеюсь. Соответственно, дальше я буду уже через клиент продолжать. Для быстроты. Я не так очень быстро набираю. Соответственно, у нас есть. Перегоняем ее в stage. И там какой-нибудь у нас напишем, что был рефакторинг. Отлично. Все, мы считаем, что фича готова. Мы отправили на ревью. Очень классно. Нам никаких замечаний нет. Нажимаем опять волшебную кнопочку. Видите, мы находим все здесь сейчас. То есть, если вы, например, перейдете в develop, то есть это git checkout develop, то здесь вы снова будете фичи, релиз, что угодно делать. А фича живет. Ну, переходите в фичу. Окей. Я продолжаю работать над фичей. Git flow. Finish фич. Класс. Delete branch. Я рекомендую вообще всегда делать этот delete. История всегда, я говорил, flow local history, она всегда хранится. То есть, если что, вы потом можете вернуться даже и восстановить эту бранчу. Не надо засорять пространство, скажем так, ненужными бранчами, которые уже служили. А можно подать нет? Да, конечно. А force deletion? Что сделать? Force deletion надо смотреть точно по параметрам. Но, мне кажется, он допишет flag force и сразу попытается удалить на remotes. Например, если там гид посчитает, что эту ветку на remotes можно как-то не удалять. Ну, то есть, такие вот вещи, как flag force для push'а и тому подобное. То есть, какие-то ограничения, если, например, вы там warning, например, что такая бранча существует уже на вашем удаленном репозитории, централизованном. Бывает такое. И, соответственно, тогда он просто нужно, чтобы его удалить или переопределить состояние, нужно использовать force. Вот я у себя в практике не использую, но не сталкивался. Вы, если что, можете всегда в help. Это очень, кстати, удобный help для гид-а. Например, тот же там commit help. Он запускает браузер и реально крутой help сразу. То есть, можно посмотреть все параметры. Но я у себя force не использую. Мне кажется, что использование force может причинить кому-то боль, скорее всего. Вот. То есть, я сейчас вам не могу ответить точно на этот вопрос, что сделает, потому что я его не использовал. Поэтому я вот рассказываю такую вот, скажем так, свою проекцию представления. Здесь мы видим, что бранч смержилась. Мы можем также посмотреть, что у нас там произошло. То есть, кто любит консоль? Наверное, вам мало. Вот, в принципе, у нас были там чекауты, вот, рефакторинг, имплемент, имплемент. И вот мы смержили. И он пишет, что была рекурсивная стратегия. Забегая дальше, там мы еще посмотрим, какие у него есть мерч. Чем это отличается немного от других систем. И, в принципе, все. Фича наша готова. Вы можете сделать push. Как заметите, я даже не делал, скажем, я работал у себя в локальном репозитории. Я когда создал фичу, я не пушил эту ветку. На самом деле, вы можете еще потом ее сразу и отправить на удаленный сервер. Например, если несколько людей работает над фичей. Если нет, то, в принципе, даже и не надо такого делать, отправлять. Хранить у себя. Чаще всего вы изолируетесь, поэтому изолируетесь. Но если вы работаете с разных мест, то здесь как с обычными ветками. То есть, просто он вам помогает их создавать. Хорошо сделали мы. Давайте теперь релиз создадим. То, что я говорил про теги, очень удобно смотреть. Вот как не нужно называть, например. Ну, здесь понятно, это я в First Release, Release No, Fix и тому подобное. Называйте лучше, как Semantic Version. Вам рекомендую. Ну, если у вас нет своего лучшего подхода, то используйте по умолчанию вот этот ноут. Довольно удобно. Хорошо. Создадим новый релиз. Что мы тут напишем? Release 7.0, например. Он нам сразу создает ветку под этот релиз. Теперь мы в First Release. Давайте нажмем Push, например, мы работаем долго. Нам только выбрать. Все, теперь на Remote Repository появится эта ветка. И как раз сейчас проверим уже Force заодно. Обновим. Да, у нас 10 веток. Вот наша ветка релиза 0. То есть, можно над ней работать. Другим людям. Они будут ее видеть. Да, так что тут видно варидж. Хорошо. Соответственно, релиз сделали. Давайте что-то сделаем. Давайте добавим Release Notes. Я тоже жду, чтобы Release Notes так быстро добавлялись. Сразу все подтягивалось. Какие были фичи сделаны. И у нас файлы найдут нам. И напишем быстро, чтобы не играть. Релиз Notes. Все. У нас готово. Мы можем также отправить изменения. Например, мы над релизом работаем не одну минуту. Да, можем там день. То есть, там два. Много людей. То есть, вы смотрите. Например, там уже коммиты. Release Notes. Выберем, что у нас там. Release. Хорошо. Все классно. Багов нету. Мы их закрыли. Закрываем Release. Тоже он нам предлагает Texas Message. И все изменения он нам сменеджит и в Develop, и в Master. И еще лейблочку красивую прикрутит. Это очень удобно. Давайте посмотрим, что он сделает. Flow Release Finish. Смешим. Да. Почти. Дэблоп. Дэблоп. Трид. Бранч. Просто получается флагпортс. Надо читать описание. И все. После этого, как мы сделали релиз, отправим все наши изменения. Если кому-то непривычно видеть, например, в Source 3, давайте посмотрим, на что он больше привык. А. Я виду. Вот это Windows. Давайте. У нас тут есть терминал сразу. Если кому-то привычнее видеть, но здесь мельче, что у нас получилось. То есть мы видим, что наша ветка ушла в Merge. Потом мы ответвлили, сделали релиз. И потом релиз ушел в Develop. Но мне, если честно, больше Source 3 в этом понятии. Где тут? А можно вопрос? Да, конечно. А чем с точки зрения ГИТА отличается фича от релиза? Я так понимаю, в обоих случаях он просто делает бранч. А он во всех случаях делает бранч. В случае хотфикса, всего чего угодно. Ну, а в чем разница? Только в том, что после мержа он создает так для этого релиза? Он создает так, и фича у нас всегда мержится в Develop, а релиз мержится сразу в Master и сразу в Develop. А, я понял. Вот, понимаете, вот этот ГИТФЛОУ, он нас не заставляет думать о том, мы релиз, ага, наверное, все изменения нужно залить уже, скажем так, и в нашу Develop-разработку. То есть, это помогает. Где же курсерчик? Класс. Он пропал. Хорошо. То есть, это все бранчи, просто что делает ГИТФЛОУ? Он за нас помнит, куда что мержить. Ну, то есть, когда вы нажимаете кнопки, ну, скажем так, это установленный ФЛОУ, вы лишний раз не ошибетесь. Ну, то есть, у вас такой возможности не будет. И, в принципе, я думаю, здесь более-менее понятно. Хотелось бы пойти дальше и продолжить с... У меня отвалился курсор мышки, так аж непривычно. Вот. А что у нас есть? У нас есть еще дополнительные вещи, которые можно просто брать и использовать. Ну, некоторые вещи вы уже используете, когда работаете с ГИТФЛОУ. Например, это... Вот. Например, вы используете всегда почти мерж. До этого в системе, в принципе, когда вы вытягивали изменения, у вас не сходились ветки, всегда вам придурался мерж. Например, там даже создали новую ветку, потом мержитесь старую. У вас всегда есть такой коммит, когда там мерж и пошло-поехало. Что там, как. Вам его даже иногда эти клиенты генерят. Но у ГИТФЛОУ есть такой плюс, это fast forward merge. Я думаю, что с картинки понятно, это то, что, в принципе, всегда в системах у нас всегда будет такой коммит лишний. Merge, merge, merge. В ГИТФЛОУ, если, например, бранч, ну, как это, хоть не изменился, то ГИТФЛОУ не будет делать как таковой мерж коммит создавать. Он просто перенесет все изменения. Например, я вам сейчас это покажу, как это может выглядеть. Где мой source control? Вот, например, репозиторий. Смотрите, я отсюда просто забираю изменения. Он мне сейчас показывает, за что мне нравится вот source 3, например, он мне показывает сейчас, да, что там одно изменение ты можешь, ну, затянуть. Классно. Я буду туда затягивать его. Что обычно происходит? Давайте я здесь открою терминал. В такой ситуации обычно всегда происходит, скажем так, система merge, какого-то конфликта, который предлагает. Здесь, посмотрите. Вот тут вот пул, есть такой fast forward. Что он делает? Я просто делаю пул и делаю коммит. И вот такая вот есть опция. Имидитли. Да? Он мне предлагает их смерчить. И видите, он сам смерчил их. То есть, то же самое можно пронаблюдать. То есть, ну, тут нету дополнительного коммита. То же самое, смотрите, может быть у нас. Например, давайте здесь откроем, скажем, терминал. И посмотрим. Начинаем новую фичу. У нас будет какая-нибудь ПВ 555. Мы уже научились их быстро создавать. Примирование со скоростью света. У нас есть эта фича. Ух ты. Видите, вот эта проблема, кстати, клиентов, что иногда они виснут. Да, мы это добавили все. Давайте, чтобы было наглядно, я его перезапущу. Это не последние баги, но, в принципе, удобство работы и время, которое не экономит. Но я готов мириться с багами. Ну и Atlassian, в принципе, фиксит. Такое чувство, что это у нас где-то из-за терминалов они пытаются синхронизироваться. Добавили, коммитаем. И теперь, смотрите, у нас есть ветка. На самом деле, если я перейду в develop, ветка есть. Она, может быть, не так хорошо видна. Но она есть. Давайте, наверное, будет здесь лучше. В нашем гид. Видно. Он тут даже не подтянул еще я. Но ветка есть. Можете мне поверить. Вот она есть. Я могу между ними, как минимум, переключаться. Хорошо. То есть фича готова. Мерджим фичу. Да, как обычно, delete. Все. Жму ОК. Он мне финиширует. Переключился. Видите? Fast forward. Что для нас это значит? Она просто висит в develop. То есть у нас нету написано, что вот это вот, а тут это вот смерджит. Вот видите? Это фича, как будто мы разрабатывали в develop. Но это немного может показаться странно. В первое время. Но вот такая вот вещь. А зачем это нужно? Ну, чтобы даже не засорять тот же лог, когда вы что-то делаете поиском. Ну и так же всегда можете посмотреть в ref-логе, что было. Мы правда мерджили в ранчу. То есть я вас не обманываю. Но единственное, что она вот у нас смерджилась fast forward. Вот такой вот из бонусов. То есть он, если гид видит, что изменений не было, и он может смерджить сам, и как будто ничего и не было. Он этим воспользуется. Это очень классно. Потому что иногда вот это мерджи очень сильно напрягает. Хорошо. Что у нас есть еще из того, что мне очень понравилось? Это такой называемый besect. Когда вы разрабатываете, коммиты льются, задачи решаются, но часто возникает баг. И так как репозиторий, это единственная наша машина времени, с помощью которой мы можем перемещаться и смотреть, как все плохо стало, кто поломал, найти этого виноватого. Нам для этого, ну, что мы делаем обычно? Ну, я, например, раньше делал. Ага, check out досюда, да, то есть откатиться до этой версии, посмотреть, поломал или нет. Что дает гид? Он немного позволяет этот процесс автоматизировать, а иногда и вообще полностью автоматизировать. Смотрите, например, я делал фичу pv120. На самом деле, вам тяжело понять, мы в псевдокоде откроем фичу сделанную, например. Сделанная фича, она имеет имплементейшн. Это рабочая фича. Вот такая вот у нас система. А не рабочая фича, кем-то поломанная. Она вот, кто-то рефакторил или еще что-то удалил, да, видите? Нету имплементейшн. Соответственно, мне надо найти, когда это произошло, и пофиксить. Ладно, это я сейчас могу дописать. Но там, может быть, кто-то просто кусок кода выкинул. Что позволяет делать гид? Это bsect. bsect это бинарный поиск. Просто по вашим версиям вы как ищите всегда? Вы знаете, где все плохо, ну, вы сейчас там находитесь. И знаете, когда было все хорошо, когда я сделал эту фичу. И задаете ему этот промежуток. И потом просто гид ведет вас и говорит, а это как тебе? Ну, давайте я вам покажу. Закроем что-то эти терминалы. Ломаются у нас. Так, а где мы тут? Откроем. Будем просто смотреть. Дальше я расскажу, это еще можно автоматизировать. Но нам как доклад не хотел сделать, это будет просто сделать. Давайте сюда перейдем. Я на смотри. Наш пример. Это. Вот он. Мы здесь. Отлично. Ну, виталии всегда, знаете, я вот, ну, забываю, если честно, иногда, как что пользоваться. Я набираю git эффект help, и он мне пошел рассказывать, что как нужно делать. Прямо с примерчиками. Чаще всего это как и разработка. Нужный пример с копипастива, все у тебя есть. Хочешь подсказку? В смысле? Так нет, я в принципе помню. Я имею ввиду, что тут есть help покороче. Если ты наберешь не 2-help, а 1-h, то это будет короткая подсказка без открытия этого браузера. Да, спасибо большое. Да, вот хорошее замечание. Видно, что тоже help пользуется. Начни я один. Это классно. Я думал, что все все знают. Вот, к тому. Давайте начнем вот этот бисект смотреть. Что у нас есть? Да, я сказал, что этот файл испорчен, имплементация. Соответственно, нам нужно здесь задать бисект. Задать, что все плохо. Где все плохо? Все плохо сейчас. Когда было все хорошо? Все хорошо было, наверное, когда мы эту фичу имплементили. Что это у нас была за фича? ПВ. Вот мы скеджили. Но она рабочая была. Это классно. Давайте скопируем ее commit. и укажем его как хороший. То есть мы указываем, когда было плохо, а когда хорошо. Запускаем. Посмотрим. Видите, тут он показывает даже, сколько нам степов нужно будет сделать. Посмотреть. Примерно так. Давайте ее, наверное, откроем. Смотрим. Вот мы сейчас откатились на релиз 4.0 в девелопе. К сожалению, лучше ничего не стало. Если все плохо, не проходят ваши тесты, билд не собирается или еще что-нибудь, мы помечаем эту ревизию как плохую. Хорошо. Он нам откатился еще на одну. Лучше не стало? Нет, не стало. Опять. Смотрите, он откатился на ревизию, где у нас ничего не поломано. Это классно. Значит, мы ее помещаем как good. Хорошо. Он потом нам откатывается дальше. Ну, там мерджа, вы понимаете, да? Какая история может быть сложная. Лучше это всегда проходить. Вы можете отсюда уже начать, но, скажем так, удобнее пройти. И смотрим, что до этого было все плохо. Смотрим. Ага, опять все плохо. И мы прошли шаги. И он нам говорит. Ага. Вот такой-то commit. Это, говорит, первый плохой commit. То есть, до этого все было хорошо. А вот здесь вот кто-то что-то поломал. Ну, и здесь уже видно, кто что поломал. И видно даже change set уже. После того, как вы это все сделали, да? Нужно не забывать. Сейчас я вам еще покажу, как это происходит. Например, ветки. То есть, бисект, он просто передвигает указатель на последнюю версию. Head. И добавляет еще теги. Наверное, не видно. Сейчас. То есть, bet. Это первый commit. Вы можете посмотреть, который плохой. Да, какие commit были хорошие. Из-за брончевания у нас вот такая вот история, что мы нашли один хороший, а потом опять два плохих. Хорошо. Это мы нашли. То есть, здесь уже понятно, что как вам удобно, вы можете искать. Например. Пошли. Да, конечно. А, бисект запускать. А, чтобы он вам нашел, где вы все поломали? Да. Я думаю, что можно без проблем. То есть, вам нужен гид, да? И доступ к source control. Я думаю, что это будет тяжело настроить. Если это имеет смысл, то это можно настроить. И, в принципе, видите, это просто команд-лайн. Из того, что я не рассказал и не показал. Вот, видите, кстати, мы нашли, где сейчас. У бисекта есть такая штука рама. То есть, мы писали руками bad, good, bad, good. А на самом деле, вы можете просто указать ему диапазон, хороший и плохой. И, соответственно, запустить скрипт. Скрипт должен быть специально написан. Если все хорошо, он возвращает ноль. Если все плохо, например, единицу или любой там код от единицы до 125. В общем, скажем так, для нас это не ноль. И, например, вы можете запускать там тесты или все, что угодно. Все, что можно запустить из консоли, вы можете запустить. То есть, автоматизировать, пойти кушать, чай пить. То есть, очень классно такой вот поиск будет бинарный. Вот, ну а потом, когда вы нашли все, вам нужно написать бисект ресет, чтобы оно вернуло все, соответственно, на место. Вот, ну а потом вы уже, когда нашли что-то, ну, можно написать и punish, и уже сюда передать именно какой commit. Вот, но это, как бы, в версии третьей будет такая штука. Кому не знаю, сейчас пока она недоступна, к сожалению. Вот, в принципе, это был бисект, и у нас презентация так подошла и к концу. Вот, что я хотел. Я немножко ее затянул для того, что планировалось. В презентации есть линки на то, кто хочет начать пользоваться гиттом, возможно, более advanced. Книга про гит очень классная. Если вам нужно потренироваться с бранчами, вы можете зайти по второй ссылке и мерчить, ну, именно с команд-лайном. Вот, я не такой прямо там супермен или гуру, я предпочитаю клиенты, которые облегчают, скажем так, Windows. То есть, ну, а понятно уже, когда там что-то не работает, я с команд-лайном. Иногда клиент крешится, захожу в команд-лайн, гит, пуш и все. То есть, бывают такие вещи. Вот, в принципе, все из основных вещей, которых я хотел рассказать, на которые стоит обратить внимание и, скажем так, не причинять друг другу боли. Вот. Возможно, у вас есть какие-нибудь вопросы. А, у меня есть одно вопрос, смотрите, смотрите, есть у нас сферен, да? Сферен даёт нам комит-лайзию. Если у нас есть какой-то релиз, есть спринты, очень удобно выводить комит-лайзию на UI, например, на логин-пейджу. И так есть, и все таки ориентируются, где, ну, приблизно, что на этом серваку стоять. И что на UI побачив, приблизно уже маешь ориентир. А какие-то хеш-сумы? Ну, в соответствиих хеш-сумы тебе ничего не скажут. Не так скажут. Как вот такую задачу вырешивают с гитом? Ну, получается, версионности? Да. Если я выведу хеш-суму на логин-пейджу, то не знаю. Получается, как, например, я сделал у себя на сайте. Мне тоже, вот честно, не очень хочется писать вот эти версии автоматом, прописывать и тому подобное. Тем более, если у меня в гите я использую семантическое версирование и тому подобное. Почему бы, ну, не брать эту информацию с гида при билте? Есть такая штука, добавляется в MSBuild, но это именно для .NET. Я думаю, что для других языков и платформ тоже такая есть. По-моему, git-таск называется, сейчас надо вспомнить, вот она, у меня есть даже, git-version. То есть, она просто все берет и записывает в информацию при билде. Прямо с гита. Коммит записывает, все что угодно. Нужно, она запишет. То есть, какой-то был коммит, и потом можно по бинарникам посмотреть в версии файла, что вот именно такой-то коммит, вот именно его хешсума, например. Ну и, соответственно, эту информацию можно получить из ресурсов. Вот, ну, по-крайней мере, в дотнице. Я думаю, что ты не можешь поревнювать их хешсума. Приклад, ревизион, коммит ревизион, ты можешь поревнювати, по-чим останнейшая версия, тем больше будет в тебе номер ревизии, коммит ревизии в MSBuild. А для хешсума тебе, взагалі, ніякого поревнювания не будет. Ты не знаешь, что больше, что меньше, и что меньше. И, ну, замість цього можно и дату ставить, да, напомню, один вариант. Важливо, есть какие-то иншие, более элегантные способи. Ага. Ну, а я просто не совсем понимаю, а зачем эти хешсумы сравнивать? Друзья, у меня есть там один кластер, например, або какой-то там дата-центр, где есть 40 кластеров украинских. Вот я хочу знать, на каком кластере и что поставлено. Мы это вводим на логинку по странице, да, где вот, какая версия плекухи вот самая на этом кластере. Если я выведу там хешсуму, то я вот открою 2 логин-сторинки, да, из двух разных кластеров, я не смогу их поревнять. А зачем там хешсумы вообще вводить? Ну, тут тоже есть версии, например. Или она может показать, как она выглядит? Ну, именно в версии, еще раз, мы, может быть, о разном говорим. Версия у меня всегда зашита в том, что я разрабатываю продукт. Она может браться с гида. Ну, и это может быть девелоп. Почему? Но у меня всегда, когда собирается, у меня в билде берется информация сейчас из хедов, то есть из текущего. То, что вот у меня есть... На кожан билд. У меня на кожан билд записывается информация в версии. Я так понимаю, что вам лучше всего будет использовать теги, которые помечают релизы. Не, но теги это чтобы найти релиз. А тут информация о том, что как понять, какая версия именно вот на девелопе куда-то. Вот. Просто как она... У меня она автоматом прошивается. У меня туда идет информация... Сейчас я открою, например, бинарный. Вот у меня есть RSI, вот у меня есть BIN. Вот это просто дебаг. Найдем какую-нибудь... У меня пропорти... Ну, это вот Windows. Хорошо? Вот. У меня здесь Product Version прошивается автоматически. Вот. И еще добавляется короткая хэшсума с гитах. А что значит автоматично? Кто этот номер? Этот номер берет таск, который у меня настроен на билде. То есть у меня происходит билд, у меня компилятся исходники. Вот. И потом еще в информацию добавляется, просто берется из гитах. Я вот показывал. Вот. Это, скажем так, просто тул, который встраивается в мой билд, в мой pipeline. И потом, когда у меня все исходники, скажем так, начинают собираться, он вытягивает информацию с гита, где я сейчас нахожусь, и записывает ее, скажем так, в мой исходный код. Вот. То есть вот получается вот такие вот записи. Например, да, там если у меня версия 1.0.1, там ветка такая-то, фича такая-то. Вот. То есть это просто встраивается в билд. Это можно сделать. Но это вот .NET. Я просто, ну, не смотрел, например, как в других это можно сделать. Но я думаю, что если встроить в билд, например, для JavaScript, я думаю, тоже это можно сделать. Пожалуйста, Grundgulp возьмите. Я думаю, что он это умеет, скажем так. Есть для него это плагины. То есть основная идея, что когда я открываю свой solution, да, и делаю билд, у меня вся эта информация, которая с гита, она попадает в мою, скажем так, версию. И потом, скажем так, она не отображается, да, но она у меня хранится метаданные. Потому что я ее не отображаю. Она у меня есть в метаданах. Соответственно... Вот эта версия, яка будет сгенерирована, вона сегодня на nightly будет там 5. Да? Ну, 2, 3, 2, 3, 3, 100, 100, 5. А потом завтра там уже будет 6, 7, 8. То есть это больше, чем 5. Я не понимаю? Скажем так, да, есть там версии, которые добавляются автоматом, но сумма, которая хэш-сумма, она очень сильно зависит от вашего состояния гита. То есть, например, давайте я вам попробую. Вот сейчас я нахожусь, да, вот там добавил фичу. Я нахожусь в этом состоянии, у меня коммит такой-то. Я в этой точке делаю build, да? А сейчас, где у меня тут? Вот она. Я в этой точке делаю build. У меня запишется... Вот сегодня, да, с 6 на 2, у меня запишется какая-то там версия, да? Потому что все разные используют версии. И запишется вот эта хэш-сумма. Да? Вот именно вот эта. Я ничего не меняю, ничего не делаю, прихожу завтра утром рано, начинаю собирать новый build. Репозитория у меня в том же состоянии. Я собираю, я получу точно такой же build. Завтра, то есть, послезавтра. Если я делаю какое-то изменение, вот, и у меня получается, или, например, я откатываюсь назад и уже собираю вот здесь вот build. то тогда у меня всегда будет записываться эта версия. Потому что она берет, получается, с головы. Голова это там, где сейчас... Ой, как плохо писать. Убирует. И она не хочет убираться. А меня слышно? Да. Ну, я напомню, оффлайн. Я, конечно, разберусь. Да, конечно, ну, мы можем посмотреть, и я покажу, как это, ну, происходит в динамике. Тут основная идея, что пишется именно вот этот, только статус. Ну, который вот commit. А версия может быть разная. Это, вы знаете, бывает, генерят версию, например, по времени, там, в зависимости от дня. Но она не очень удобная. Версии можно сравнить, но тяжело найти. А вот взять вот этот хэш-код, то, пожалуйста. Можно таки еще небольшой коммент? Конечно. Что тут все... То, что... Я не побачиваю. Игорь, по-моему, питал. Ну, не Игорь, Иван. Питал. То, фактично, в SVN використовывается как build-number. То есть ревизия SVN как build-number. В кондиционерейшн сервера умеют генерировать эти билд номера самі, и, соответственно, можно связывать просто с номером артефакта. Какой это был билд. Первый, второй, третий, дальше. То есть привязка, ну... Привязка уже с сорс-кодом репозитором лишается данным подкладом по этому хэш-коду. Да. Да. Все это умеют. Ага. Ага. А как тогда поделиться деву? Ну, тогда будет еще важче, потому что в тебе не могут ни дать. Ну, в дате, в принципе... Теби надо будет анализовать, типа, еще Continuous Integration, чтобы вычислить плюс-минус, какой-то день относительно стану твоего ГИТа. Правильно? В тебе не будет ни хэша. Ну, еще. В тебе есть шаг. Ну, хэш, находите по нему, как я помню. Я искал, например, кто это сделал. Я зашел в Search. Нет. Дивиться. Тобто, дивиться. Я поясню детальніше. От у меня есть Найтли. От кажуть, вчора, типа, працювало. Нет. Тут у нас есть два сорвака. Між ними два дня разница. От там все працює, а там уже не працює. Я таки, ага. На тому СВН ревізія така, там на цьому така. То я взяв, подивився, що комітили між самими ревізиями. Я, типа, там плюс-мінус орієнтуюсь, а який коміт треба підправити. Аналогично. Хеш коммита там, хеш коммита там. Ну, а тоді я не знаю, який з них, типа, надо какуюсь комбинацию. Хеш плюс якісь там дата або ще щось. Так, вы по хешу хеш уникальним. Хеш уникальний. Он уникальний. Вы по нему можете найти у любого в репозитории, в центральном своем. Хеш уникальний. Так, правильно. Але потім, типа, знов будуть баги. Я, наприклад, не можу сказати, скажу так, дивися. Это в тебе не Найтли. Це було зроблено, типа, два тижні тому. Бо я по хешу, типа, я не зможу зорієнтуватися, коміт дейт по хешу. Так вам не надо только хеш. У вас проблема не только нужен хеш, значит. Но делайте сложный. Вы видели, я показывал assembly версия. У меня версия, я могу сюда еще дейтайм добавить. Если мне это нужно. Но у меня есть там, например, modified. Я вообще DLL кину в блокноте не правлю. Это у меня чаще всего дата билда. Вот. Если есть возможность получить. Вот. Вы можете выводить, например. И так же добавлять. Ну, то есть здесь просто вывести. Скорее всего, всю эту информацию можно занести без проблем. А дальше уже оперировать ей. И вот это автоматизировать мне очень нравится, скажем так. Я, в принципе, у себя, ну, маленький проект, да. А на больших это тоже не проблема автоматизировать. Потому что это просто внедрение в билд-процесс. Прописать. Это очень легко. Угу. Легко. Так. Я попрошу, наверное, Игоря отпустить. Потому что у нас, у Игоря следующий митинг. Вот. Если у вас будут вопросы, то вы можете, в принципе, их задать во флайне. Игорь Офисенко. Я думаю, он будет открыт к любому вопросу, консультации и комменту. Да, Игорь? Да, конечно, Жень. Отпускаем тебя. Все, спасибо. Отпускаю тебя. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Да. Удачи. Спасибо, Игорь. Очень классно. Спасибо. Обращайтесь, если что. Еще много чего там есть. Всего вам хорошего. Дякую. Пока.